Планшет мне принес дедушка и, естественно, дедушка принес мне его в пакетике. Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у вас распаковочка. Вот такая посылка пришла мне прямо из Китая, из Подниместной. Все, естественно, я замазал. Но здесь написано, что это Double LCD End Panels. То есть это у нас Touchscreen. Панель от LCD. Весом 200 грамм, доставлено с Китая. Я не знаю, отправителя читать не буду, кому это интересно. Здесь Touchscreen вот на этого товарища. Это у нас планшет DIGMA модель 8007S. Вот в таком печальном виде. Тач у нас разбитый, дисплей у нас показывает. По сути, это легкий ремонт, но не в случае 8-дюймового планшета. На 7-дюймовые планшеты тач у нас найти в городе можно, не знаю, как в других городах. Но у нас на 7-дюймовые планшеты есть тачи. А вот на 8-дюймовые планшеты у нас проблема. Есть магазин ТакДжиСМ. Да, там можно подобрать тач от ChinaTab. Но не всегда они подходят. Бывает у них распиновка наоборот, и они работают зеркально. То есть проще заказать с Китая. Ссылочка в описании. Если вы нашли это видео по запросу данной модели планшета, для вас будет эта ссылочка в описании. Упаковано довольно хорошо. Все в пенопластном боксе. Плюс замотали еще вот этой вот подложкой под ламинат. Довольно много этой подложки. Можно ей умотаться. Но она нам ни к чему. Нам интересен сам тачскрин. Тач пришел целый, не битый. Все в пленочках. И есть заводская проклейка. Это очень хорошо, когда есть заводская проклейка для данных товарищей. Планшет мне принес дедушка. И, естественно, дедушка принес мне его в пакетике. Ну, это уже для меня привычно. Бабушки, дедушки приносят телефоны, планшеты всегда в пакетиках. Так, я вижу здесь два болта, два винта, два самореза, скорее всего. Там они резьбу сами себе нарезают. Да, два самореза. Давайте сразу планшет разберем. И дальше уже продолжим камерой поближе. Открутил я два винта. И опять же легкими движениями поддеваем. Либо ногтям. Я делаю это обычно ногтями. Либо медиатором. Есть у меня также пластиковые медиаторы. Ну, мне привычнее и быстрее это делать вот так. Не забываем, что могут стоять здесь сим-карта, карта памяти. Корпус из-за них нормально не откроется. Здесь ничего нету. Я это уже проверял. И вот так, в принципе, мы открыли корпус. У нас здесь есть динамик, который подклеивается маленько. И шлейф тачскрина у нас уходит под плату. Вот единственный минус этого всего, что шлейф уходит под плату. И стеклышко на камере отсутствовало. И видим, что у нас все в пыли. Ну, давайте, наверное, дальше разбирать, что делать. На данной модели планшета в выключенном состоянии можно отключать шлейфа. С ним ничего страшного не случится. Да, это неправильно. Но так делать можно. Это чтобы не отпаивать аккумулятор, не делать лишнюю работу. За нее вам платить никто не будет. Поэтому делаем все вот так. Для начала отключаем шлейф боковых клавиш. Он у нас подклеен на термоскотч. И вытаскиваем его. Далее отклеиваем термоскотч от шлейфа тачскрина. Вытаскиваем шлейф тачскрина. И теперь у нас здесь ацетатный скотч, который держит шлейф дисплея. Также его отключаем. Отключаем. Повторюсь, планшет должен быть в это время выключенный. Отключили шлейф дисплея. И теперь можем открутить плату от корпуса. Плата от корпуса у нас откручена. Фиксируется она двумя винтами. Но она по кругу еще проклеена вот таким экранирующим скотчем, который тоже следует удалить. Ацетатный также у нас заходит до низа. И вот здесь смотрите, как интересно наклеили скотч. Он задевает часть шлейфа дисплея. Был бы он чуть потолще, он бы вполне мог перебить шлейф дисплея. То есть это заводская недоработка, которую мы, к сожалению, устранить не сможем. И пытаемся поднять плату. Плата не поднимается, потому что у нас подклеена шлейф камер. Он у нас приклеивается и к камерам, и к корпусу, и к самой плате. И камера вот здесь, видите, подклеена. Теперь можем поднять плату. Плата поднялась, шлейф можем отсюда убрать. Плату пока можем поставить на место. Теперь нужно аккуратно срезать старый тач-стринг. Планшет я маленько подогрел. Но, как показывает практика, этот скотч двухсторонний комплектный у нас здесь не очень хорошего качества. И можно, в принципе, аккуратно отклеить и без нагревания. Поддеваем что-нибудь острое. А дальше пытаемся завести туда пластиковую карточку. За кадром тачскрин новый был. Пыл проверен. Работает исправно. Теперь максимально пытаемся убрать всю пыль с дисплея. Клеем мы сюда не попали, слава богу. Убираем какие-то пальцы маленько попали. И пыль. Всю пыль, конечно, вы убрать не сможете, но максимум убираем. Просто выдуваем. Чистый дисплей, пыль с него просто слетает. Теперь снимаем защитный слой. С тачскрина. Повторюсь, тачскрин был проверен, чтобы не вклеить нерабочий тачскрин, чтобы потом его не отклеивать еще раз. Самое главное, чтобы не попали у нас какие-то остатки от стекла. Снимаем защитный слой с клейкой основы. Какая-то она здесь хиленькая. Я, наверное, добавлю маленько клея на те места, где будет прилегать именно пластиковая часть данного тача. Потому что там клея у нас нету, а на заводском таче у нас здесь шел клей. Вот эти места я имел ввиду. Волосина из клея попала сюда. Также ее убираем обязательно. Еще разок продуваем. Видим еще одну волосиную из клея. Сейчас я ее уберу. Все. Также продуваем тач. И стыкуем. Заводим шлейф в его посадочное место. Далее стыкуем верхнюю часть. А потом стыкуем нижнюю часть. После того, как все у нас манипуляции с клейкой проведены. Все углы у нас сошлись. Клей маленько выдавил. Но это нормально. Планшет включился. Проверен еще раз. Все скотчи возвращены на свое законное место. Чтобы шлейфа, не дай бог, не отключились со временем работы. Кто его знает, чем это может кончиться. У всех по-разному. У кого-то это проходит безболезненно. Но вспомним iPhone. Вон, допустим, шестой. Те, кто знает, что бывает при отключении шлейфа дисплея от платы во время работы, те знают. Закрываем крышку. И не забываем вернуть на место два винта, которые мы выкрутили. Вот здесь был один. А вот здесь был второй. Ну и, естественно, плату я также прикрутил. Закрываем крышку под сим-карты. К сожалению, глазка камеры такого у меня нет. Но менять тоже не просили. Так что ничего страшного. Планшет полностью включился. Функция клирует, работает. А как проверять таскрины? Показываю. Зажимаем какой-нибудь элемент. И начинаем таскать его по дисплею. Так. Куда ты делся? Да. И элемент я, к сожалению, удалил. Таскаем. И главное, чтобы он нигде не отвалился. То есть тач у нас работает исправно. Все работает корректно. Больше мы ничего не разбирали. Так что больше мы ничего сломать не должны были. Вот такая была распаковка и замена тача. Кому понравилось, обязательно лайки. Пишите комментарии. Буду рад почитать. И с вами был Руслан. До новых встреч. Надолго. Не прощаемся.